Чувство безопасности Когда люди хотят инвестировать, когда люди хотят что-то развивать, когда люди хотят что-то делать, для них очень важно понимать, а насколько безопасно место, экономика или какое-то дело, в которое они хотят вкладываться. Точно так же сегодня, так как мы говорим все-таки больше на тему семьи и на взаимоотношения двоих мужа-жены, а также родителей детей, то я буду делать ударение больше в эту сторону. Когда мы создаем семью, это тоже очень важно. Чувство безопасности. Именно поэтому некоторые не спешат создавать семью. Они не чувствуют безопасности себя. У них есть какие-то предположения, какое-то понимание наперед, и есть то, что беспокоит их, как это будет по этим причинам. Некоторые откладывают развитие своей семьи, кто-то откладывает рождение детей тоже по этой же причине. И так далее, и так далее. Можно продолжать. Я думаю, что чувство безопасности, оно такое основное, если мы говорим о прогрессе, то есть о желании прогресса. Хочу вначале привести вам несколько историй и около 45 минут, постараюсь 50, может быть, минут с вами сегодня поразмышлять о чувстве безопасности. Первая история. Эти истории будут отражать, описывать чувство безопасности, потерю такового. Первая история о Израиле, когда они были в пустыне, и Валак нанял Валаама, чтобы тот проклинал Израиля. Но Израиль был в безопасности, потому что, когда Валаам захотел сделать это по научению или по просьбе Валака, он не мог. Вместо проклятия он начинал говорить благословение. Знаете, я размышлял об этом. Вот в какой благодати тогда находился Израиль. Они даже и не предполагали, что против них коварные планы, что их хотят проклинать и пытаются это делать, что выделяются большие финансы для того, чтобы это было сделано. А они живут в абсолютной безопасности, потому что сам Бог ограждает их. И вот это чувство безопасности было нарушено в момент, когда это написано, вообще эта история описывается в книге чисел с 22 по 25 главу. В 31 главе книги чисел 16 стихе там написано, что по научению или по совету Валаама мадинтяне, они начали входить в сексуальные отношения с израильтянами и привлекать их к идолопоклонству. И в результате этого безопасность прекратилась. Чувство безопасности было потеряно, и от этой ситуации погибло 24 тысячи человек. Вот такая история о безопасности, которая была и которая ушла в результате неправильных действий. Вторая история – это история Навала. Навал – это был бизнесмен, человек, у которого были большие стада. И эта история описывается в первой книге Царств 25 главе. Во время стрижки овец Давид посылает к нему своих послов, говорит, «Твои стада, они паслись рядом с нами, мы ничего никогда плохого им не делали, ты ничего не потерял, то есть мы создавали безопасность, то есть твои животные, они были в безопасности, или сегодня, мы бы сказали, твой бизнес был в абсолютной безопасности, мы ничего не требуем от тебя, но если ты располагаешь сердце свое, прояви щедрость, то прояви щедрость». Но Навал в тот момент, когда ему это говорили, он был пьян, и он очень грубо ответил послам Давида. Конечно, это не могло не зацепить Давида. Он разгорелся в гневе и собрал свое войско, готов был выступить против и уничтожить, потому что был оскорблен, тогда было другое время, другие нравы. Жена Навала остановила это безумие, и Давид успокоился. Когда утром Навал протрезвел и услышал о том, в какой опасности он вдруг оказался, написано «Замерло в нем сердце, и дней через десять он умер». Тоже история абсолютной безопасности бизнесмена, который имел в своем распоряжении, скажем так, достаточно долгое время бесплатную охрану. И с ним поступали очень уважительно, но он, будучи пьян, будучи вот в этом обольщении момента, знаете, когда успех обольщает, тебе кажется, что ты на высоте, ты можешь себе позволить говорить с людьми таким грубым образом. Это привело к тому, что он потерял полностью безопасность и оказался очень уязвимым. Еще одна история. Это история, когда Моисей был на горе, имел общение с Господом, получал скрижали. И Господь говорит ему спустись быстрее, потому что народ уже там безумием занимается. Они уже сделали, Аарон им сделал золотого тельца, они поклонялись, устроили праздник, и Моисей приходит и видит это все. И вот разговор Господа и Моисея после этого. Я прочту исход 33 главу 3 стих и потом 7. «И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковый». То есть вот эта ситуация, они были защищены Господом, сам Господь был с ними, но из-за безумства, которое они устроили и дало поклонство, они привели состояние отношения Господа к ним, к такому, что он говорит, «Если я останусь среди вас, вы просто не будете способны жить, вы будете умирать, потому что мое присутствие вот в этом беззаконии, оно не может остаться бесследным для вас». И Моисей, после этого в 7 стихе написано, «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинии собрания, и каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». История другая, которая также показывает безопасность, но в контексте, к которому мы не очень привычны. Потому что если мы думаем о опасности и безопасности, то нам кажется, если Господь с нами, тогда мы безопасны. А здесь Господь говорит, «Если я с вами буду, вы небезопасны, потому что состояние вашего духа, вашего сердца, ваше поведение, оно не гарантирует вам безопасность в моем присутствии». И Моисей выносит присутствие Божье за стан. Можно вспомнить также Давида, момент, когда он, имея уже царство и власть, и силу желает перенести ковчег Господа к себе, и делает это неправильно, делает это не по Слову Божьему, не по уставу. И Оза простирает руку, чтобы поправить ковчег, когда тот наклонился, его везли на телеге, и Оза умирает от своей дерзости. И вот написано, 2-я книга царств, 6-я глава, 9-й, 10-й стих. «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина». И это тоже история о безопасности, потому что, когда Давид увидел, что неправильное отношение к ковчегу приводит к таким последствиям, чувство безопасности пропало быть рядом с ковчегом. И он подумал, зачем мне иметь рядом с собой то, что не гарантирует безопасность для меня и для моих ближних. Поэтому давай мы вот Гефянину ковчег поставим. Конечно, если вы знаете продолжение историю, Господь обильно благословил Авидара, его дом, все, что у него есть. И впоследствии Давид взыскал Господа и сделал все правильно и принес ковчег к себе. Можно сказать, это история Ветхого Завета, мы живем во время благодати. Можно было бы, я имею в виду вот эти две последние истории, списать на Ветхий Завет, на отсутствие еще Евангелия и Сына Божьего Иисуса Христа. Если бы не история, да и она не одна, но это, наверное, самое яркое в Деянии Апостолов, 5 глава, которая рассказывает нам о Нане и Сапфире, о их грехе. И эти люди, которые попытались солгать Господу, делали это нагло, делали это в лицо апостолов. В результате они оба умерли. Написано, что страх был на всей церкви. И вообще, как бы это, кажется, история не из Нового Завета, но это Деяние Апостолов, 5 глава. Откуда этот страх был? Там 11 стих написано, «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». То есть, когда мы говорим, я привел все эти истории, когда мы говорим о безопасности, я делаю такой подыток, когда мы говорим о безопасности, мы всегда говорим о качестве взаимоотношений. Если мы думаем о безопасности только как о некоторых технических возможностях, представленных нам, то мы тогда не понимаем сути безопасности. Безопасность не в технических способностях окружить нас замками, паролями, кодами, еще чем-то. Безопасность заключается в качестве взаимоотношений. В этом глубина, в этом понимание сути. Все эти истории, они показывают, что когда отношения выходили из правильного русла или из правильной динамики, в этот момент начиналась потеря чувства безопасности. Когда отношения были правильные, чувство безопасности было, даже было на таком уровне, что ты его не замечаешь. Оно как естественное для тебя. Вот сегодня мы с вами углубимся во взаимоотношения и будем понимать, как нам сохранять чувство безопасности, сохраняя взаимоотношения. Для развития чувства безопасности необходимо понимание, с кем и в каком статусе мы взаимодействуем. Вышняя история, о которой я говорил, было именно недопонимание у людей или у общества, с кем они взаимодействуют и в каком статусе они взаимодействуют. Если вы хотите иметь чувство безопасности, ответьте себе на эти два вопроса. С кем вы взаимодействуете и в каком статусе вы взаимодействуете. Это внутри семьи точно так же важный вопрос. Потому что если внутри семьи нет ответа на этот вопрос, будут постоянные конфликты, которые будут рождаться из-за отсутствия границ и, если можно сказать по отношению к семье, отсутствия дипломатического языка. Когда государства хотят сформировать безопасную сферу для своих граждан, у них два основных критерия безопасности, которые определяют этот статус. Это границы и это дипломатия. То есть, если у государства нет границы, у него по сути не может быть никакой инфраструктуры безопасности, армия и все остальное. Оно не имеет смысла, если нет границы. Безопасность определяется границами. Если у тебя дома нету стен, если ты живешь на улице, то у тебя в принципе нету, ну, какой смысл поставить дверь на улице, напичкать ее охранной системой, а стен никаких нету. Конечно, мы так не будем делать, в этом нету смысла, тогда лучше вообще эту дверь не ставить, потому что у тебя нету границ. Когда мы говорим с вами сегодня о безопасности в формате понимания с кем, в каком статусе, очень важно определять границы дозволенного или границы установленных взаимоотношений. Когда ты понимаешь границы, тогда тебе легче понять, в чем твоя безопасность или где тебе нужно созидать и формировать эту безопасность. Потому что если ты начинаешь формировать систему безопасности за своими границами, то ты тогда уже агрессор. Потому что это не то место, которое отделено тебе для того, чтобы ты там мог наводить порядки. Когда мы говорим о дипломатических отношениях, страна со страною выстраивает дипломатические отношения, тогда в другом государстве появляется клочок земли, здание, на котором есть дипмиссия, призванная для взаимоотношений с другим государством. И она ограждается от всякого зла, потому что это язык дипломатии. Вот когда мы говорим о безопасности в церкви, в семье, вообще во взаимоотношениях, если нарушаются границы и теряется язык дипломатии, тогда происходит противостояние, тогда происходит война, тогда происходят конфликты. Вот первое, на чем бы я хотел остановить ваше внимание сегодня в вопросах взаимоотношений, это границы и понимание, каким языком нужно разговаривать. Когда ты подходишь к какому-то человеку, имеющему определенный статус, и разговариваешь с ним, как с другом из соседнего дома, ты теряешь язык дипломатии. Когда дети разговаривают с родителями без уважения, без понимания того, кто перед ним стоит. Есть разные минуты, да, есть минуты, когда веселятся, когда, может быть, какое-то есть такое более простое общение, но если мы говорим о взаимоотношениях, приводящих к чувству безопасности, нужно иметь понимание статуса человека, который стоит перед тобою, и использовать тот язык, который необходим для того, чтобы ваши взаимоотношения были на должном уровне. Если этот язык теряется, язык дипломатии, а сегодня в мире, к сожалению, мы видим, как это кризис языка дипломатии сегодня в мире, сегодня люди перестали уметь как будто бы разговаривать на достойном уровне между собою. Это приводит, мы видим, к чему? Мятежи, конфликты. Все это признаки отсутствия правильного языка и понимания границ, которые необходимы во взаимоотношениях. Первое послание Тимофея, вторая глава, с первого по четвертый стих. Апостол Павел говорит, «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вот желание Бога, которое Павел вдохновляет к молитве в том, чтобы верующие люди были способны, были научены жить с чувством безопасности. У Бога нету желания, чтобы мы жили, как на пороховой бочке, тем более, когда мы говорим о семье. Мы молимся друг за друга, и нам надо молиться в семье друг за друга, чтобы дом – это не было взрывоопасное место, где чуть-чуть искра, и все взлетает сразу, и все, что ты настроил, уже не существует, и все, что ты пытался сделать, уже не имеет смысла, и все какие-то приобретения душевные до этого, они сгорают, потому что ты не понял, ты не поняла, что у Бога желание, чтобы мы проводили жизнь тихую и безмятежную. Слово «тихая и безмятежная» я взял в греческом языке более расширенную версию. Буквально эти два слова, они чуть-чуть отличаются друг от друга, но по сути обозначают «тихую и безмятежную» – это «спокойную, мирную, тихую». Вот Божье желание, чтобы наша жизнь была спокойной, тихой, мирной. Раньше, когда после войны песни, желания людей, мы его сегодня так не понимаем, как они, то поколение, которые пережили войну, когда они говорят «мирное, тихое небо над головой». Для нас сегодня это непонятно. Мы сегодня только идем по улицам Петербурга, тогда Ленинграда, и там написано «это опасная сторона, это менее опасная». А те люди понимали, что когда шум над головою, когда тишина уходит из неба, это смерти, это боль, это разрушение, это величайший кризис, который приводит к голоду. Поэтому, когда Бог говорит «спокойную, тихую», нам нужно понять, Бог не сторонник конфликтных, постоянных каких-то ситуаций, чтобы у тебя дома были постоянные разборки. Бог любит, когда у нас дома тихо. Я не имею в виду физическую тишину, я имею в виду душевную тишину. Когда бомбардировщики у тебя по дому не летают, а в ответ артиллерия отвечает за слоном, и иногда уже на грани все это происходит, когда мы настолько привыкаем дома кричать друг на друга, это не тихая атмосфера дома, и это не то, что хочет Бог. В благочестии и чистоте, если смотреть более расширенно, греческий вариант этих двух слов, то это в благоговении и почтении к Богу и в уважении, почете, достоинстве, всерьезности. То есть вот слово чистота у нас, переведенное в синодальном, как чистота, в греческом переводится как почет, достоинство, серьезность. То есть вот Бог желает, чтобы с одной стороны у нас была вот эта атмосфера мирная, тихая, с другой стороны, чтобы отношение наших к себе и к нам было достойное, серьезное. Очень больно, когда о верующих людях на их работах откликаются, как о людях несерьезных, как о людях, с которыми нельзя выстраивать достойные, серьезные взаимоотношения. И тем более это плохо, когда это находится на платформе семьи, когда муж и жена смотрят друг на друга несерьезно. Она несерьезная жена, он несерьезный муж. И это не то, что хочет Бог. Бог желает, чтобы мы поднимали свой статус во взаимоотношениях и молились об этом, чтобы нам, проводя тихую, безмятежную жизнь, при этом оставаться в благоговении перед Богом, почитать нашего Бога и самим также быть в чести. Я верю, что церковь в современном обществе, она не утратила свою позицию и несмотря на то, что есть некоторые люди, которые недопонимают веры в Иисуса Христа или евангельской веры, все-таки люди разумные, видя добрые дела, они сохраняют в чести церковь. Так было и в деянии апостолов, когда поднимались бунты против апостола Павла и ему приписывали то, что он не делал никогда. Люди именитые, люди, которые были наделены властью, они с глубоким уважением относились к апостолу Павлу и они ограждали его от зла, потому что не видели в нем ничего деструктивного, а видели в нем созидательное. Вот точно так же и мы, церковь современная и современная семья необходимо, чтобы мы были в тишине, безмятежности, но и по отношению к нам, чтобы было достойное, уважительное отношение из-за того, что мы, конечно, так живем и так себя ведем. Изначально состояние безмятежности, оно было естественным. То есть, если мы с вами вернемся в Эдемский сад, когда Господь поместил туда человека, человеку не нужны были никакие внешние факторы, чтобы чувствовать безопасность. Абсолютно никакие внешние факторы ему были не нужны. Он чувствовал себя безопасно. Это было состояние естественным. Но в момент грехопадения, в момент, когда был разрушен завет, как будто столбы сдвинули, и вот это все зло, которое только могло, оно обрушилось на человека. И то, что человек потерял, он потерял чувство безопасности. Откуда мы это знаем? Он начинает шить для себя одежды, защищать свою сексуальность. И второе, он начинает защищать свою личность от Бога. Он начинает прятаться от Бога. Это говорит о том, что человек, в момент греха, одно из первых его чувств, которые пережил человек уже вот в новой ипостаси, в новой греховной, к сожалению, ипостаси, это была потеря чувства безопасности. У него появился страх перед насилием и наказанием, и это стало неотъемлемой частью бытия. Теперь человеку нужны внешние факторы стали, чтобы ощутить безопасность. И мы от этого не избавились, да и не избавимся. Нам всегда теперь будет нужно, и Бог это не оспаривал в жизни человека, потому что когда изменился статус человека, тогда и изменились критерии его отношения к жизни. То есть он был в безопасности, а теперь, чтобы чувствовать безопасность, нужны внешние факторы. Что делает Господь? Господь не отвергает его одежду, он не говорит, что ты здесь на себя понадевал, снимай все и ходи, смирись так хорошо. Бог понимает человека, и он делает даже гораздо больше, чем сам человек. Я хочу остановиться на этой мысли, она очень важная, особенно по отношению мужа, жены, вообще мужчины, женщины. Он берет кожаные, Бог берет кожаные одежды и одевает человека. То есть ту сексуальность, которая у мужчины и женщины есть, Бог не просто одевает, Он не просто закрывает. Он закрывает кожаной одеждой, что значит определяет цену сексуальности. Эта цена была жизнь того жертвенного животного. И с того момента мы больше начинаем понимать о сути завета, что по сути сексуальность в жизни человека, она имеет цену. И это цена завет. И пока написано, что муж или жена они живы, завет имеет силу. То есть когда я понимаю современное общество вообще в вопросах сексуальности берегов не имеет. Интернет помогает размывать эти берега напрочь, но мы говорим из слова Божьего. Я как-то говорил, если вы не понимаете, если вы неверующий человек, конечно для вас все эти проповеди будут пустыми и непонятными, но если вы человек верующий, в Слово Божье, для вас это будет понятно. Цена сексуальности это завет. Это буквально жизнь и смерть. По-другому нет. Бог так закрыл, и это кожаная одежда, или этот завет снимается только в присутствии мужа, жены. В других никаких случаях это не должно оголяться. Когда люди смотрят порнографию, когда люди увлекаются какими-то процессами, которые вскрывают наготу, вскрывают сексуальность, они выходят из понимания ценности того, что сам Бог закрыл. Если бы Бог был за нудистов, Он бы не дал одежды кожаной людям. Если Бог покрыл сексуальность, это значит, что ее нельзя вскрывать никак, как только через завет. Если она вскрывается вне завета, это приносит проблемы, и это нарушает также систему безопасности жизни человека. Когда написано блудник или человек совокупляется с блудницей, совершается вот этот вот акт прелюбодеяния или блудодеяния, написано он становится один, то есть двое становятся одним. Все проклятия, все грехи, все, что есть в одном, передается другому. Это невидимые факторы, это невидимые каналы, но это правда Божья. В этот момент человек, соединяясь с этим духом, он принимает себя все остальное. Поэтому, когда мы говорим о чувстве безопасности, если сексуальность в семье, в жизни человека, незащищенное вот этими кожаными одеждами, если нету понимания завета, можно наделать очень много беды для своей жизни. Позже, я имею ввиду после Эдемского сада, когда мы смотрим на Ветхий завет и на Новый завет, в Ветхом завете сексуальность вне завета, она каралась смертью. То есть, я уже сказал выше, сексуальность, ее цена была определена кожаной одеждой. Позже, когда мы перешли в Новый завет во времена благодати, Павел говорит, что если сексуальность происходит вне брачного завета, такие люди должны быть отлучены от тела Христа. То есть, они не имеют жизни с Господом, они не могут иметь жизни с церковью. Это люди, которые вошли в смерть, они потеряли безопасность, они вошли на ту территорию, на которой безопасности не существует. Поэтому сексуальность вскрытая вне завета, она выводит человека из чувства безопасности. Следующую мысль я хочу задеть, это то, что происходит, к сожалению, и происходило, и происходит это насилие, и в результате которого также человек понимает это, понимая и видя угрозу для своей жизни, пытается оградить себя в этих вопросах. И Бог ненавидит насилие. Как бы ни показывали времена Ветхого Завета мы знаем Бог ненавидит насилие. Особенно насилие, которое проявляется в семье, ему оно омерзительно. Книга пророка Малахии, 2 глава, 13-16 стих. Там говорится о взаимоотношении Бога и человека, там обращение к мужчинам. И Господь, обращаясь к мужчинам, Он говорит, что я не могу принимать твои жертвы, у нас не может быть с тобой нормальных взаимоотношений. Ты спросишь, Он как бы, Господь выступает с вопросом, почему? Он говорит, потому, что ты вероломно относишься к своему завету. Ты пренебрегаешь женой юности своей. Многоженство было развито в то время, и когда мужчина имел больше полномочий, скажем, в вопросе или в сфере семьи, у него оставалась жена, с которой он по молодости женился, а потом он брал более молодую. И та, которая была жена юности, она была объектом насмешек, объектом насилия, она была как бы тем ведром, куда сливались все помои. Я вот говорю прямо, как оно было. Поэтому, когда Бог видел такое отношение, ему это было омерзительно, он был против такого отношения. И он там в этих стихах говорит, о чем подпозже говорили и к Иисусу, что как Господь Моисею разрешил давать разводное письмо. Здесь Господь об этом и говорит. Он говорит, если ты ненавидишь ее, отпусти ее. То есть Богу настолько больно видеть унижение женщины, когда она является просто объектом насилия, она объект издевательств, ей пренебрегают, ей не дают никакой любви, она просто заложница некого завета, которого не существует. Бог говорит, если так, дай ей лучше свободу, не издевайся и не мучай человека, это недостойно. И дальше Господь говорит этим мужчинам, которые дают такое разводное письмо, но на твоей одежде перед моим лицом будет обида. Обида также переводится в греческом как нечестие, то есть Бог говорит, если ты так поступал и ты даже отпустил ее, ты должен знать, в моей памяти, в этой сфере твоей жизни будет нечестие, потому что ты поступал несправедливо, как не должно поступать. Бог против насилия. Когда мы сегодня говорим о безопасности, он видя, что женщина попадала в такую систему отсутствия какой-либо безопасности, он вставал на сторону того человека, кто был в уничижении, по отношению к которому проявлялось насилие. Но чтобы быть справедливо, давайте поговорим и о женском коварстве и насилии. Оно тоже существует, как ни странно. Можно привести одну из историй книги Бытие, 19 глава с 30 по 38 стих, это грех дочерей Лота. Они поступили коварно и насильственно по отношению к своему отцу, они напоили, переспали, родили от него детей, и это было насилие и коварство со стороны женщины. Конечно, чаще всего в мире так не происходит, таких, я имею ввиду, крайних извращений, но много разных форм в этом вопросе также проявляется. Если определить насилие, как-то попытаться определить, можно сказать, что корень сделать что-то с другим человеком без согласия, или если это согласие было фиктивным или добытым вынуждением. Вот когда мы говорим о насилии женском, так бывает, что женщины, они проявляют коварство, они увлекают своей сексуальностью мужчину, они беременнуют от мужчины, и они говорят, теперь ты должен быть со мной в завете. Это точно так же насилие, как и в первом случае. Бог против насилия над женщинами, Бог против насилия над мужчинами. И если женщина думает, что я таким образом построю счастливый брак, я хочу вам сказать, вы никогда не будете в безопасности, вы всегда будете находиться в состоянии ревности и в состоянии пустоты. Поэтому насилие ни в той, ни в другой форме Богу неприемлемы, и нам необходимо отложить такой образ даже мыслей и никогда не возвращаться к этому. Апостол Петр во второй главе первым третьим стихом говорит, «Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство». Вот слово коварство переводится так же, как хитрость, приманка, ловушка, западня, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». И апостол Петр, он говорит, если даже мы пережили или через нас производились такие действия или такие чувства, он говорит, есть выход, выход в перерождении, то, что Христос сказал Никодиму, должен человеку родиться от воды и от духа. Если мы пережили состояние насилия или проявляли насилие по отношению к кому бы то ни было, Петр возвращает нас к евангельской истинной, и тебе нужно перерождение, тебе нужно отложить коварство, вот эту хитрость, тебе нужно все это отложить и стать снова как новорожденный младенец, возлюбить чистое словесное молоко. То есть он возвращает нас вот в это состояние доверия, состояние безопасности, когда младенец у груди матери, он чувствует себя безопасной, он чувствует себя довольным, потому что у него есть все, что необходимо. Точно так же, когда мы с вами, пережив какие-то вот эти болезненные процессы или переживаем боль от того, что мы себе позволили какие-то такие моменты произвести в жизни, нам необходимо возвращаться к Богу, чтобы быть в полной доверии Ему. Следующая мысль, которую я бы хотел с вами поговорить, это когда мы говорим о безопасности, о чувстве безопасности, темнота это территория неуверенности, темнота территория неуверенности. Вот хочу показать вам такой парадокс, который мне пришел на ум, наше чувство безопасности. с одной стороны для нас ощущение безопасности, когда мы во свете, вот вокруг нас свет, мы видим, я вижу, кто из вас что делает, ну не все сразу, как бы, периодически поворачивая голову туда или в другую сторону. Чувство безопасности создается от того, что ты видишь и понимаешь, что происходит вокруг тебя, но при этом при самом, почему я говорю о парадоксе, мы сами не желаем что-то выносить во свет, другими словами, я бы сказал так, мы желаем иметь чувство безопасности, оставаясь во тьме, но видя свет. И так иногда живут верующие люди. Они питают ложное чувство безопасности, оставаясь во тьме, но как бы смотря туда, где есть свет. Это как видеть все, но не выходить из своей ракушки. как научиться правильно пребывать во свете, как при этом не терять чувство безопасности, потому что не просто же так мы не открываемся людям или что-то умалчиваем. к сожалению в семье это тоже так происходит, когда муж или жена, родители или дети приходят и ребенок должен быть как слеза чистый, все должно быть во свете, ничего не должен обмануть, но сам родитель находится в это же самое время на темной стороне и ничего не открывает и не показывает никаких перспектив. Поэтому когда мы говорим о чувстве безопасности, нам необходимо учиться не просто видеть свет, то есть или заставлять или побуждать других, чтобы они были прямо открыты полностью перед тобой, а при этом сами остаемся во тьме. Для того, чтобы понять, чем оформляется чувство безопасности, я хочу показать два направления в механизме. Может, говорю чуть-чуть заумно, но Бог поможет вам и поймет, потом когда-нибудь, когда вам будет это необходимо. Перехожу к следующей мысли, я ее назвал «Четыре кольца безопасности» и два направления, когда мы говорим, как открывать себя, как быть во свете, как чувствовать безопасность и как не потерять это чувство, но при этом что-то уже и открывать, и о чем-то говорить, как учиться этому чувству. Давайте посмотрим на два направления. Первое – это такое направление по созиданию безопасности к враждебным каким-то процессам. Когда мы говорим о том, что мы пытаемся обезопасить себя, и мы говорим, что есть какой-то враждебный процесс, то враждебный процесс приводится в состояние безмятежности, угрозы и контролем. Может быть, звучит это не очень по-евангельски, но это правда. Если мы желаем создавать безопасность, чувство безопасности, то во время враждебных проявлений необходимо иметь контроль и необходимо иметь в определенном смысле угрозу. Давайте посмотрим с вами на книгу Бытие, 3 глава, 23-24 стих. «И выслал его Господь, то есть Адама и Еву, Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». И в момент, когда человек перешел на сторону врага и в нем начало проявляться враждебное действие Божье, чтобы сохранить определенную безопасность, как в том числе и для самого человека, это контроль, который произошел, то есть он был изгнан из Эдема, был введен контроль, которого раньше над ним не было, то есть ему определили границы, куда он может, куда он не может заходить. и контроль, чтобы нам было легче понять, это ограничения, позволяющие оградить от ущерба. То есть, когда дети в семье, муж, жена начинают вести себя враждебно по отношению к семье, тогда необходимо для того, чтобы сохранить чувство безопасности, необходимо вводить определенные ограничения. Ограничения существуют для того, чтобы сохранить от ущерба. Потому что если эти ограничения не вести, даже когда мы младенца, маленький ребенок, мы ему кроватку покупаем, какая кроватка? Похожая на забор, да? Мы садим как будто бы ребенка за решетку. Конечно, мы не это делаем за сетку, за решетку, там разные кроватки бывают, но мы ограничиваем его пространство, чтобы сохранить его от ущерба. Поэтому не надо бояться слова контроля. Иногда у христиан какой-то панический страх перед этим словом. Контроль это нормальное действие, которое направлено на безопасность. Второе слово это угроза, оно более еще так дико звучит для нас. Но когда мы видим, что Бог изгнал Адама, Он не просто его изгнал, Он поставил херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Можно конечно каким-то другим словом себе придумайте, как назвать, но по-моему это угроза. Огненный меч вокруг дерева. Она явно говорит, если ты хочешь сильно, конечно ты можешь, но ты должен понимать, это будут последствия, серьезные последствия. Поэтому когда в семье, когда мы видим враждебность до такой степени, что это угрожает безопасности, это нормально, когда мы говорим, послушай, если ты не будешь этого делать, у тебя будут проблемы, у тебя будут сложности, я не оставлю это без внимания, так без внимания не останется, у тебя будет определенный дискомфорт. это нормальное взаимоотношение, когда мы выстраиваем чувство безопасности на территории, где проявляется враждебность. Угроза это демонстрация силы, чтобы удержать от насилия. Я еще раз скажу, угроза в том контексте, о котором я сегодня проповедую, это демонстрация силы, чтобы защитить от насилия. Если нету нормального восприятия силы рядом с тобою, вот если бесы перестанут видеть Христа рядом с тобою, угроза имени Иисуса Христа перестанет быть для них действенной, как в той истории с семьей сыновьями первосвященника, то будет проблема. В обществе всегда было необходим, когда жена идет с мужем, муж в определенном смысле угроза для злоумышленников, потому что у него есть сила остановить злоумышление. Поэтому, когда я говорю о угрозе, я не говорю о каком-то безумном конфликте, который постоянно в нас есть, я говорю о том, что если мы видим, что дальнейшие действия приведут к еще худшим последствиям, мы говорим, послушай, вот, это то, что должно тебя остановить. Так мы делаем и в нашей жизни, когда мы понимаем, что это вопрос жизни и смерти, мы останавливаемся, мы не переступаем черту. Но давайте пойдем к более хорошим словам, и если мы говорим о безопасности, о чувстве безопасности для своих, мы поговорили выше о отношении, когда враждебная какая-то ситуация, когда мы говорим о невраждебной ситуации, когда мы говорим о нормальной, мирной ситуации, о своих, тогда первый механизм, который помогает нам созидать чувство безопасности, это доверие, это доверие. Когда мы говорим о нормальных взаимоотношениях, о взаимоотношениях в любви, о взаимоотношениях мирных, то для созидания чувства безопасности вот в такой гармонии там не нужны угрозы. Если у вас мирно все, там не надо угрожать постоянно друг другу. Иногда непонятно, когда родители постоянно угрожают детям. Зачем угрожать, если все нормально? Надо пользоваться этим моментом, чтобы развивать доверие. Потому что это как раз момент для этого. Не надо в этот момент контролировать. Если мирные, любящие взаимоотношения в этот момент, надо развивать доверие. Что я имею в виду под словом доверие? Это допуск к ресурсам, чтобы подтвердить единокровность или что мы в завете. Когда мы говорим, я доверяю тебе, это говорит о том, я допускаю тебя до своих ресурсов. Если ты не допускаешь человека до ресурсов, значит, ты ему не доверяешь. Доверие без ресурсов – это недоверие. Поэтому, когда я говорю о ресурсах, это не только финансы. Это время, это таланты, это какие-то способности, которые есть у нас. И мы даем возможность тем, кто рядом с нами, пользоваться этими ресурсами в первую очередь. Итак, если мы говорим о мирных, любящих взаимоотношениях, первый механизм, необходимый для чувства безопасности – это доверие. Когда ты чувствуешь, что тебя доверяют, тебя допускают до ресурсов, это производит определенный мир. Второй механизм – это свобода. Если мы имеем любящие мирные взаимоотношения, свобода также помогает создавать это чувство безопасности. Что такое свобода? Чтобы нам было более понятно, что мы говорим об одном и том же, или думаем об одном и том же. Свобода, я имею в виду, это допуск к решениям. Допуск к решениям. Когда мы говорим о свободе сегодня в демократическом мире, кто такие свободные люди, мы считаем. Это люди, которые могут принимать решения. Решения, кто будет президентом, голосовать за губернаторов, принимать решения по формированию экономики. То есть свобода – это способность принимать решения. Тебе доверяют принимать решения, тебя держат не на каком-то низком уровне. И когда мы говорим о свободе в семье, в любящей семье, это возможность мужу, жене принимать решения. Когда мы можем принимать решения не только в своей сфере. Когда мы говорим, вот ты вот там, вот там сиди, вот там решения принимай. Нет, мы допускаем принимать решения в обоих сферах. И это я называю свободой. Вообще, если рассуждать о свободе, нету времени, я уже проговорил весь свой ресурс времени. Если рассуждать о свободе, два определения, где Дух Господень, там свободу. И второе определение – познайте истину, и истина сделает вас свободным. Что это значит? Это значит, что изначально, изначально, когда мы говорим о свободе принимать решения, мы имеем один Дух и мы имеем одну истину. То есть мы не находимся на разных полушариях мышления. Мы на одном. У нас есть истина, и мы с ней согласны. У нас есть Дух Святой, и мы с Ним согласны. Это определяет нашу свободу, что мы доверяем друг другу принимать решения, потому что мы напоены одним Духом, и мы верим в одну истину. Если это не так, очень трудно давать свободу. И я не говорю здесь о том, что не должно быть плюоризма мнений, я не говорю сейчас о государственном устройстве, поймите меня правильно, я говорю о семье. Завершая прославление, пожалуйста, уже просыпайтесь. Это не к тебе, Надежда, ты всегда бодрствуешь. Это к твоей соседке. Завершая сегодня рассуждение о безопасности, я вот показал вам четыре кольца безопасности. Первые два – это когда мы находимся во враждебной обстановке, это контроль и угроза. Или давайте уйдем, мне самому это слово угроза не нравится, давайте скажем, демонстрация силы. Вот так более красиво звучит, демонстрация силы, а потом Эдуард все подчистит, то, что было выше, засубтитрит. Контроль и демонстрация силы – это когда враждебность и когда мы говорим о мирной, любящей атмосфере, мы говорим о доверии и о свободе. Вот эти четыре кольца безопасности, я так их для себя назвал, они подвижные, они не статичные, они не зафиксированы. Вот эта последняя мысль, я перестану вас мучить сегодня монотонным голосом. Что я имею в виду? К сожалению, к радости, не знаю, кому как, мы с вами не находимся в каменном состоянии. Да, мы камни, но мы живые камни. Смотрите, я вам объясню. Иисус задает вопрос ученикам. За кого почитаете? Петр, как всегда, на первом месте. Он имеет взаимоотношение с Духом Святым. Он имеет истину, то, о чем я говорил. Он принимает решение. Ты – Христос, Сын Божий. Иисус, видя, что Он находится в свободе и принимает правильные решения, Он дает Ему великое доверие. Он Его переименовывает из Симона в Петра и говорит, у тебя вообще будут ключи Царствия Небесного. Представляете, какое доверие, доступ к ресурсам. И мы видим здесь вот это вот кольцо, которое во взаимоотношениях делает вот эту безопасность. Это доверие, свобода. Но дальше Петр начинает прикословить Иисусу. И изменяется атмосфера. И что говорит Иисус Петру? «Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазнен». И это уже контроль. Иисус уже ограждает себя от него. Он уже начинает контролировать его, потому что тот начинает входить во враждебную фазу, подпитываясь не тем духом. В другом случае еще можно поговорить о Павле, о Филимоне, о Анисиме. Это в послании Филимоном, 1 глава, 10-12 стих. Он пишет такие слова. Прошу, апостол Павел, «Прошу тебя, сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Павел говорит, было время, он был во враждебной фазе с тобой. И ты правильно делал, что ты контролировал его. Он был угрозой в определенном смысле для твоего бизнеса, для твоего дома. Но сейчас он пережил перерождение. Его статус изменился. Поэтому и ты измени свой статус по отношению к нему. Переведи его из этого чувства безопасности, как со враждебным, где тебе нужно было контролировать, демонстрировать силу. Переведи его в фазу своего, где ты сможешь доверять ему и давать ему свободу. Вот на этой мысли я последнее останавливаюсь. Мы можем иметь разные взаимоотношения, мы подвижны, но мы не должны фиксировать друг друга в одних и тех же отношениях. Знаете, как бывает? Однажды что-то происходит, и мы потом всю жизнь демонстрируем силу. Однажды что-то происходит, и мы потом всю жизнь контролируем. Но если статус изменился, надо изменять и механизмы, которые дают чувство безопасности. Если у ребенка статус изменился, надо переводить его сразу же на доверие или на свободу, потому что если этого не делать, чувство безопасности не будет. Оно не уживется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok